добрый день девочки у меня уже почти три часа дня а я вот только готовлю еду себе мужу в общем это будет наша общая еда как я зачастую в принципе и делаю это так сказать мясо по-французски я думаю у каждой хозяйки есть какой-то свой конкретный рецепт их миллионы туда добавляют что угодно либо не добавляют ничего с картошкой с грибами с помидорами вариантов уйма я покажу как делаю я может кто-то что-то для себя почерпнет мясо это у меня шея свиная я порезала на кусочки и слегка отбила отбиваю слегка толстая чтобы сочное мясо осталось обжарила грибов 400 грамм это шампиньоны вот эти коричневые королевские слегка слегка обжарила чтобы они оставались сочные вот здесь видно что они сочные два вида сыра ну я сыр тру который есть в этот раз у меня был адыгейский копченый и сливочный в смысле кобринский сливочный это не жидкий я думаю так заметно в этот раз два вида на тру но тру когда что есть специи тоже беру всегда по тому какие есть но обязательно стараюсь добавлять жареный перец я по-моему вам как-то показывала как я его делаю я обжариваю немножко подсушиваю перец обычно смесь но в этот раз у меня только черный на сухой сковородке и потом растираю очень ароматный совсем другой запах нежели у обычного это копченая паприка хмели сунели и соль адыгейская вот здесь это то чем я буду намазывать майонез чеснок и горчица раньше использовал обычную горчицу в тюбике русская или что не такое сейчас у меня дижонская вроде как там меньше калорий говорилось меньше углеводов и и я ее бы на нас настоять но небольшая особенность и каждый стейк я обмажу вот этой смесью это лук здесь одна луковица и полстакана воды все это в кашу перемолола сейчас я сюда добавлю специи вот так все перемешаю и все это обваляю в этой кашице затем выложу на противень сверху намажу майонезом выложу грибы и посыплю сыром и все отправлю в духовку вот собственно и все раньше я могла сделать то же самое но выложить все это еще на картофель чтобы у меня было и гарнир и мясо в одном но сейчас я картофельные муж собственно тоже зачастую удовольствуется только салатом в качестве гарантира как и я а сын у меня еще такие сложно сочиненное блюдо не ест меня привередливый все сейчас я все это сделаю что вам сказала покажу и отправлю в духовку и мне уже пора бежать за сыном надо в 4 уже забирать его сегодня короткий день сегодня 7 марта всех с наступающим праздником это не какое-то праздничное блюдо на самом деле просто я давно хотела сделать на праздник у меня из особенного будет тортик который тоже хотел сделать сегодня но видимо не успеваю уже буду делать уже на 8 марта благо ему особо настаиваться и не надо по поводу вчерашнего дня расскажу вам я прибежала просто очень голодная я в обед то что вам показывала я не доела почему-то где-то в середине мне всего этого пришла такая ощутимая сытости и я все это бросила причем через три часа я очень поголодалась снова и я прибежала домой очень голодная я доела то что у меня было у меня оставалось половина яйца салатик еще я съела батончик коко кокосовый потому что у меня быстро надо было за 15 минут покушать и бежать на работу и на работу я пришла с расчетом на то что все больше не буду кушать я наелась я стоя довольно а еще я я съела вот это что он сказала поняла что я не наелась и съела огромный кусок сыра ну вот прям большой кусок грамм 50-60 наверное я даже не не стала взвешивать и пришла на работу смысле что кушать не буду но там мальчики нас поздравляли принесли тортик там какие-то закуски и мне надо было как-то вливаться в коллективную чтобы надо было что меня заставляли мне конечно сама захотелось и поэтому я там нашла ту еду которая была для меня доступна у меня было сало у меня были оливки я накрыла так сказать для себя стол у меня было кола zero вот и поэтому получается у меня вчера было три приема пищи вес вы видели соответственно конечно ничего там не ушло все вернулось но я также не спала ночь я пришла с таким отчетливым желанием покушать я уже думаю сейчас отведу ребенка и 9 10 часов я буду уже кушать я пришла домой и знаете на какой мысли я себя поймала что я хочу есть вот это я хочу или другое или третье или четвертое или пятое и вот так вот все перебираю я поняла что если я так перебираю я просто-напросто ничего не хочу есть это значит не голод это значит не да потому что если хотела есть я бы остановилась на каком-то варианте и прекрасно бы поела я поняла что я просто хочу спать я просто и легла спать и проспала с 10 до двух часов дня я недавно проснулась и никакого аппетита не поверите я даже так слегка встала на весы и могу сказать что вес ушел просто того что я поспала в общем сон на диете это вообще основополагающая часть и до сих пор я выпила я проснулась я попила воды я выпила кофе и до сих пор я еще ничего не ела вот не знаю успею ли я приготовить мясо до момента когда мне надо бежать за ребенком не знаю я надеюсь у меня адекватные девочки никто не будет шоке что я руками готовлю я просто когда занималась тортиками смотрела тоже много видео подобных и там просто постоянно был спор по поводу того нужно ли готовить в перчатках и для меня это прям больная тема я кстати считаю что готовить в перчатках если вы там не жгучий перец мешаете это абсурд я много лет работала на кухне повара в ресторане я была кондитером и я считаю что это какой-то только человек который никогда не занимался этим профессионально не будет говорить о том что повар должен быть перчатках а я не говорю кстати о раздаче где там кафе быстрого питания или где всякие фудкорты там на раздаче конечно нужно быть перчатках потому что ты контактируешь с деньгами из кассы и с продуктами а вот именно повар на кухне который контактирует с едой приготовлениями он просто должен быть все время руки и перчаток там быть не должно потому что это тотальная санитария вернемся к теме которая касается нас все-таки больше чем те рук поваров а я по итогу ну вот такое пищевое разгильдяйство которое начала буду продолжать я сегодня сегодня седьмое сегодня в принципе я поужинаю надеюсь более-менее правильно и без всяких нюансов завтра 8 марта там естественно будут какие-то нюансы ну я уже придумала себе тортик я купила себе сухого вина я думаю не знаю мы может быть пойдем к свекрови поздравлять может быть дома в общем честно говоря планов никаких особо конкретных но пищевые там нюансы будут далее у меня день рождения у мужа после в этот день рождения я планирую тоже всякие отступления ну какие-то отступления то есть будет шашлык какой-нибудь будет тоже какая-нибудь спиртная спиртной какой-нибудь компонент в виде шампанского чего-нибудь такого но это будний день поэтому мы просто посидим поужинаем с родителями а потом уже ближе к выходным планируем уже сходить с мужем куда-нибудь либо в бар либо в кафе в ресторан и там тоже будут какие-то пищевые нюансы в общем на этой неделе никаких надежд на сброс веса но твердая уверенность что нужно удерживать сегодня кстати девочки мне на работе сказали что мне достаточно худеть хватит я не согласна с этим я хочу еще сбросить около десяти килограмм но как это получится не знаю в этот ли кето заход или тоже будет сброс в следующем году я вам уже говорила все сейчас я это посыпаю и вот на этом этапе перед сыром как раз у многих людей есть как раз есть варианты там помидоры не помидоры там даже ананаса бывает как-то по-другому уже нас и называется но у меня вот минималистично с грибочками помидоры все-таки предпочитаю свежем виде добавить в салватик дальше я немного накрываю мясо чтобы она прям протушилась а уже потом снимаю пленку чтобы зажарилась корочка не пленку фольгу естественно духовки все отправлю вот так я это отправляю в духовку минут на 30 и потом еще минут 15 без я тут в перерыве пока это пеклось жарилась сбегала в ауберис покажу вам видео все померила что-то купила вот такое аппетитное мясо получилось сейчас я все-таки покушаю чтобы не думать об этом всем пока там хожу за ребенком потом возможно подружки зайду и короче чтобы ничего такого не приходило в голову съем сейчас кусок мяса тут уже салат сделала десерт кофе в общем все приготовила сейчас наложу покажем что в итоге получилось и выпьем вода конечно же что сегодня еще ничего не 16 00 наверное это будет единственный прием пищи салат но как обычно я делаю его из того что есть это кабачок айсберг микрозелень небольшой помидорчик и огурчик два небольших кусочка мяса и десерт вот здесь у меня три кусочка халвы кстати нашла еще один боксик оказывается у меня не закончилась халва и один кусочек эта конфетка с кокосом которая кофе бады все кушаю и убегаю а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok